Минута до начала матча между подмосковным Химиком и ЦСКА, в котором будет написана новая глава в истории противостояния этих коллективов. К данной встрече со следующими показателями подходят команды, хозяева арены. Хоккеисты Химик провели 27 игр в национальном чемпионате, в 16 одержали победу, в 9 потерпели поражение, причем в одной группе играли дополнительное время, 2 ничьи и 51 очко. И перед этим туром Химик занимал 4 место, на очко отставает Салават Гюлаева и Авангарда, и на очко же, опережая Сибири. Но вот Салават и Авангард свои игры выиграли, значит, митищинцам пора бросаться за ними вдогонку. Что касается армейцев, то у них также 27 проведенных матчей, 14 побед, 10 поражений, 1 из них в овертайме, 3 ничьих, 46 очков и 7 место в турнировой таблице. Отстают на очко от магнитки, на 5 от Химика, ну и на 4 опережают нижнекамский нефтехимик. Что любопытно, армейцы делят второе место по результативности в этом чемпионате, уступая только Акбарсу. Делили перед этим туром второе место с Авангардом, ну вот а мячи сегодня 5 шайб уже забросили, соответственно, армейцы здесь в роли догоняющих. Ну и обращать на себя внимание количество пропущенных армейцами шайб, это уже такая притча в языцах, даже десятку, по-моему, лучших по этому показателю армейцы не входят. Ну, тем самым претендуя на звание самой зрелищной команды чемпионата, не без оснований. Ну вот с надежностью обороны у хозяев получше дела обстоят. Вот делили макиясты и химика третье место по количеству пропущенных шайб с магниткой, меньше пропустили только Акбарс и Савалкиу Лайф, да и то, собственно, ненамного. Ну, здесь фирменный стиль Петра Ильича Воробьева в лучшем его проявлении, защиту, действие в защите умеет поставить своим командам и, собственно, особо за это волноваться химику не приходится. Ну и представляет нам сейчас в стартовой пятерке команд место в воротах хозяев, согласно стартовому протоколу, должен занять 20 номер Виталий Колесник, но армейцев Петерис Скудра занимает место на последнем рубеже обороны. Составы команд вы видите на своих экранах, ну, знакомиться подробнее мы с ними будем с вами по ходу репортажа. Стартовой пятерки готовы мы вам представить сейчас уже, если, опять же, не обманывают нас стартовые протоколы, то звено Вадима Япончинцева начнет эту встречу армейцев. Восьмой номер Вадим Япончинцев в центре нападения. Вместе с ним по краям Алексей Симаков, 14-й, и Егор Михайлов, пополнивший команду в период до заявок под 13-м номером. И пара защитников привычный состав игроков обороны Константин Корнеев, 22-й номер, и Сергей Розин, 48-й. Что касается хозяев льда, то здесь тройку Альберта Лещева планирует. Петр Воробьев десантировать на площадку с первых секунд. Вместе с ним Сергей Мазякин и Николай Кронин, все игроки с экс-армейским прошлым. Ну и пара защитников Дмитрий Быков, 55-й, и 38-й Вадим Хамитский, вернувшийся из-за океана. Уже провел несколько матчей за Химик и даже забросил пару шайб. Так команды появляются на льду, и вот-вот встреча должна будет начаться. Итак, команды готовы к началу этого поединка. Звено Вадима Япончинцева начнет эту встречу у армейцев. Против тройки Альберта Лещева, главный тренер подмосковной команды Петр Воробьев был на ваших экранах. Ну и действительно, место в рамке армейских ворот занимает Петерис Кудра под первым номером. Ну и под 20-м Евгений Колесник, вратарь... Виталий, прошу прощения, Колесник, вратарь подмосковного Химика. Ну и с другой стороны, было у нас указано звено Лещева стартующему хозяев, стартовом протоколе. Но нет, видимо, что привычно место в центре площадки с первых секунд занимает Сергей Севастьянов. Вместе с ним, извиняя, его брат Михаил и Александр Байков, капитан команды. Итак, встреча началась. Розен с шайбой за своими воротами. Севастьянов помешал Япончинцу выйти из зоны, атаковал его на границе синей линии. Так активно химики вступают в борьбу за шайбу в чужой зоне. Ну и обладевают ей привычная первая пара защитников у гостей. Это Баландин и Филипп Метлюк. Михайлов. Это никто не вышел на Михаила в этой ситуации, но решил Егор бросить по воротам. Правда, до Колесника шайба не дошла. Принял на себя кто-то из хоккеистов Химика и проброс первый в этом матче. Убрасывание у воротов хозяин. Как мы ожидали, ЦСКА очень активно начал эту игру. И мы видим, что последним защитником оказался Егор Михайлов, что абсолютно не его дело. И это говорит о том, что в общем-то задание, как обычно, ЦСКА активно атаковать, и защитники могут подключаться в атаку, что вот и делали сейчас Розен с корней. Ну и кроме всего прочего, конечно, армейцы не хотят повторения ошибок из матча первого круга, когда уже на 40-й секунде пропустили, а не шайбу в свои ворота. Поэтому стараются максимально отодвинуть игру от своих ворот, ну и досадить сопернику в чужой зоне. Звено Никитенко на площадке у армейцев. 83-й номер капитан команды. Вместе с ним по краям Алексей Касауров и Юрий Добрыжкин. Паразащитников, Штербак, Лямин. И вот сейчас звено Лещева с Мазякиным и Прониным по краям. Идва не получился острый контратак, но Мазякин чуть-чуть задержался с приемом, а так он мог при приеме прямо отдавать Лещеву и Бегальгу 2 в 1. Уппер выводит на лед своих партнеров Сергей Амшаков. Один из них врывается по правому флангу. Бросок получился слабый, так в дальний угол пытался направить шайбу, но не получилось с толком оббросить по воротам. Но смотрим мы, что на первых секундах этой встречи получаются у армейцев какие-то осмысленные комбинации. Но вот хозяева воротам скудры пока, как броском, по крайней мере, не угрожали. Ну, мне кажется, все-таки у всех команд, которые возглавляют Воробьев, всегда терпения хватает и не бросаться вперед резко, и спокойно ждать ошибок. И, в общем-то, в свою линию все команды, которые возглавляют Воробьев, все равно будут гнуть и все равно будут играть так, как получили указания тренинг. Петр Счастливый, 24-й номер, его звено сейчас на площадке у хозяев. Михаил Глухов и 11-й номер, и 58-й Павел Воробьев. Не принимал он участия в прошлом матче. Вообще, Петр Ильич не очень доволен действиями своего форварда, выступавшего в прошлом сезоне за НХЛ. Считает, что форма пока, физическое состояние Павла Воробьева пока далеко. Вот удовлетворительно, поэтому от случая к случаю попадает он в заявку. Но вот сегодня в третьем звене, вместе с Петром Счастливым, который после вызова в сборную на этап Евротура, очень неплохо выглядит. Такое впечатление, что поймал какую-то удачу за хвост, и с тех пор не упускает, абсолютно демонстрирует ту игру, которая абсолютно точно соответствует его фамилии. Вновь прессингуют армейцы. У них на площадке Каблуков с Широковым и Паршиным. Выбыл, к сожалению, центрально нападающий этой тройки Александр Никулин из-за травмы. Но Каблуков, на мой взгляд, который в последних матчах его подменяет, погоды не портит. Я с вами соглашусь, но все, в принципе, ключевые моменты. Он не выходит на поле, он не играет в большинстве, не играет в меньшинстве. И, в принципе, у него не так много игрового времени. Но вот в тех отрезках, что он выходит, он старается, он приобретает опыт. А так, данные, конечно, для развития у него очень хорошие. Широков входит в зону, поддерживает эту атаку Каблуков. Бросок поворотом сильным он не получается. Да еще кто-то из хозяев успевает подставить клюшку. И до колесника шайба не добралась в этом эпизоде. Кстати, говорили мы о том, что довольно много хоккеистов химик имеет армейское прошлое. Но вообще судьбы, если в команде так взаимосвязаны довольно крепко. В нынешнем составе армейцев сразу четыре хоккеиста в свое время также защищали цвета химика. Это Скудра, это Касауров, это Немировский. Выпал у меня сейчас из памяти фамилия четвертый хоккеист. Ну, не суть. Конечно, прекрасно. Они друг друга знают, прекрасно издает возможность и те, и другие. Но, может быть, именно этим и объясняются такие результативные поединки между этими соперниками. Действительно, в свое удовольствие, встречаясь со старыми знакомыми, стараются действовать и те, и другие. Ну, наверное, четвертый игрок Вадим Ипанченко. Да, совершенно верно. Симаков бросает в сторону ворот, но там чуть-чуть, ну, чуть-чуть делал колесник с приемом. Шайба неожиданно изменила направление и подскочила выше к плюшке. Хорошо он страховал щитками. Так был, конечно, курьезный момент мог бы подникнуть. Заполняются постепенно трибуны арены мытищи. Тут буквально счет пустых кресел начинает идти уже всего лишь на десятки. И думается, по второму периоду и на этих местах будут сидеть болельщики. Мазякин падает в своей зоне, не усматривает арбитр в этой ситуации нарушения. Хозяева идут вперед. Ну, и вот здесь будет удаление Мартин Штербак. Нет, это Кирилл Дякен, похоже, у борта не по правилам атаковал соперника. И первое удаление в этом матче. Кисты Химика получают численное преимущество. И Лещок, Мазякин, Пронин остаются на льду у армейцев. Частенько капитан Никитенко остается играть в мяченспен. Вот сейчас меняют его тренеры. Надполагать это связано с тем, что как раз только что отработал он смену на льду. Нужно ему передохнуть. Иоанн Шаков-Усперк играет сейчас Штербак и Марушак. Два чек. Представители экс-Чехословакии сейчас на льду. Штербак и Марушак. Марушак также новобранец ССК. По-моему, оба Словак. Да, по-моему, чек. Марушак, ну, не суть. Вошли хозяева в зону. Лещок. Сумел отсвободиться от опеки. Отпасовал партнеру. И сейчас на ударной позиции в дальний угол мощно заряжает Лещок. Но Скудра увидел момент этого броска. Успел среагировать. И очень технично перевел шайбу в угол площадки. Да так удачно, что в итоге зоны она выскочила. Кронин передача через лицевой борт не прошла. Трикошпировала она в ворота. Но здесь здорово Хамитский зону закрыл и не позволил армейцам перевести игру красной линии. Но вот сейчас удается разведить обстановку своих ворот. Хозяева проводят смену. Счастливый Воробьев и Глухов появляются у них на площадке. Азолин-Белов парозащитников у армейцев. Вот Широков. И Паршин, надо полагать, держит оборону у гостей. Счастливый. Очень опасно. И в ближнем бою Павел Воробьев переигрывает Петериса Скудру. 1-0. 23 секунды. Оставалось до выхода на лед. Кирилла Лямина. Ну что же, хозяева используют численное преимущество. Открывают счет. Ну и смотрим, как все шикарно. Павел Воробьев в этом эпизоде исполнил. Да, великолепно действовал. И практически вот обычно у нас получают нападающие здесь за воротами ищут передачу. А здесь Воробьев буквально одним движением и убрал защитника и переиграл Скудру. Операция «Быстрые руки» была сейчас блестяще проведена однофамильцем главного тренера. И 1-0. Ну что же, Павел Воробьев может быть доволен. Эта политика такого кнута и пряника в отношении Павла Воробьева действует. Всего лишь 6 минут потребовалось ему на то, чтобы открыть счет в этом матче. И для Павла Воробьева эта заброшенная шайба становится шестой в сезоне. Ну можно сказать, что «Химик» очень хорошо использует ту ситуацию, когда у них достаточно много игроков хорошего класса, и они могут варьировать состав. И действительно, тот, кто хуже выглядит, в состав может не попасть, даже если это титулованный игрок. В ССК, к сожалению, такой возможности нет. Но, в принципе, «Быков» и все время проповедуют ту ситуацию, что у него очень стабильный состав, очень редко тройки меняются. Только травмы могут вывести игрока из состава. Команда берет в свою организацию игры. И таким взаимопониманием на практически телепатическом уровне. Звено Владимира Япончинцева против тройки Сергея Севастьянова. Первые пятерки команд сошлись на льду друг против друга. Сегодня полностью укомплектованы 4 тройки нападений и 4 пары защитников. Ну и тех, кто и других. Есть молодые игроки в составе. Собственно, могут себе позволить тренеры на матч заявлять 20 полевых игроков. Корнеев выстроились химики на своей синей линии, перекрыли все возможности передачи в свою зону. И вот так приходится откатываться армейцам к своим воротам. Ну как раз вот Химик и команда Воробьева, в общем-то, как бы самая сбалансированная команда. И один из немногих тренеров, я не говорю, что единственный, один из немногих тренеров, у которого есть резкое деление на, как бы, оборонительные звенья, атакующие звенья, атакующие пары защитников. Есть игроки, которые способны выключить, ну, практически любого игрока из игры, ну, из такой активной игры. Четко просматривается специализация. Абсолютно с вами согласен. Илья Крикунов заработал двухминутный штраф. Лужа армейцы получают численное преимущество. Ждать возможности, чтобы сравнять счет, пришлось им недолго. Никитенко с партнерами появляется на льду у армейцев. Выигрывает в браслении Никитенко. Штробак вывал шайбу на синей линии. Ну и теперь нужно хорошо разыграть шайбу. Добрыжкин. Никитенко занял место на пятачке перед Петрисом Скудрой. Занял он позицию. Добрыжкин бросает там серии рикошетов и попадает шайбу в заградительную сеть. Голос столба Никитенко здесь пытается исполнять. Другое дело, может быть, через счет приз, без кудли он действует, потому что в случае такого наброса дефицит расстояния у него будет, если представлять. Ну, в принципе, его задача просто закрыть вратаря, чтобы он не видел момент броска и полет шайбу. Достается там Никитенко, массирует ему ребра защитник Семенов, но не реагирует на это арбитр. Никитенко за воротами выигрывает эту шайбу, но вот Штробак на этот раз зону закрыть не сумел. Приходится отступать армейцев, воспользовавшись паузой, меняет свою четверку Петр Воробьев, Быков, Хамитский, пара защитников и Лещов, Мазякин. Блестяще эти двое форвардов защищаются, действуют в таких ситуациях. Ну и, кроме всего прочего, с появлением их на льду соперник начинает болеть голову, как бы еще не взначай и не пропустить в большинстве. Полностью согласен, потому что эти игроки нацелены на контратаку и все время могут ее исполнить, потому что индивидуальный мастер-шроник очень высокий. Ну вот то, что вы говорили, Каблуков не выходит в большинстве, и здесь Упер вместе с Паршиным и Широковым на льду у армейцев. Паршин не сумел зацепиться за шайбу у бортика, и вот контратака, Лещов, отбрасываться он не будет. Поднял голову, посмотрел, и вполне осмысленная атака получилась. Хамитский зарядил от синей линии, Скудра с трудом парировал шайбу перед собой, но защитники помогли, пятачок подчистили. Вот, собственно, Мазякин еще в действии, были сейчас во всей красе. Паршин по левому флангу уходит по борту, но, правда, задвигают его за ворота. 13 секунд до выхода удаленного Крикунова поднимается он уже на своей скамеечке штрафников. Широков наброс на пятачок, но, во-первых, там не позволили ее. Нет, это Широков там был. Не позволили подставить ему клюшкой, но потом так изящно по футболе ему пяткой пытался перевести шайбу себе за спину, так же не получилось. Широков выиграл дуэль у красной линии у Митлюка, забросил шайбу по воздуху и сам отправился на смену. Ну и Холесник прихочел не искушать судьбу, остановил встречу и просто не будет по его вороту. 9 минут 52 секунды сыграно в первом периоде. 1-0 Химик впереди. Ну вот по разу сыграли команды в большинстве. Хозяева в этом компоненте преуспели. Япончинцев против Сергея Севастьянова на точке вбрасывания. На этот раз центр-форвард Химика выходит победителем в этой дуэли. Но опять же тут же очень активно армейцы стали разбирать своих подопечных в чужой зоне и у хозяев атака не получилось. Ну мне кажется все-таки звено Севастьянова здесь играет четко против первого звена армейцев. Целью не дать. Хочется играть у себя в зоне и даже сам Воробьев признается, что пора брать из Севастьяновых. Одни из лучших в стране по игре в обороне. Вот даже наверное проблема в том, что вот такие два перспективных и отличных нападающих как Зубов не нашли себе места в Химике. Видимо потому все-таки, что четвертый звено Химика не будет атакующим. Играя в четвертом звене они получали мало игрового времени. В обороне все-таки они играли послабее, чем те же бойцы в Севастьяновых. Но зато и Шкотов, и Зубов перешли в Салат Юлаев. Команда, которая тоже очень здорово смотрится в нынешнем национальном первенстве, является по праву, на мой взгляд, как одним из претендентов на медали чемпионата. Так что, все же не делается, все к лучшему. Ну да и походу там удачу. Проброс фиксирует арбитры. Вбрасывание будет у ворот Петриса Скудры. Звено Никитенко на площадке у армейцев против тройки Петра Счастливого. Это сочетание хозяев уже отличилось. Сегодня Счастливый выигрывает вбрасывание. Хорошо выигрывает. Шайба приходит на клюшку защитнику. Семенов приложился, но в створ ворот не попал. Вновь здесь очень здорово играл Павел Воробьев. Он его в зрячую передачу выдавал, но там глухого не пустили к шайбе. И к тому же клюшка у него сломалась в самый неподходящий момент, когда он наносил бросок. Клюшка вообще свойственно редко ломаться в подходящий момент. Но очень неплохо вновь. Немножко из-за ворот Павел Воробьев угрожал. Штрабак подхватывает шайбу. Хороший перевод в среднюю зону. Никитенко в касании направо. Он там и Сауров немножко завозился. Шайба попала ему в конек. И как следует обработать нападающий ее не сумел. Павел Воробьев. До брыжки спрятал свой бросок под защитника. Но довольно долго он это делал. У Крученина было время сложиться. И в итоге поймал шайбу на себя. Очень технично здесь действовал защитник. И самоотверженно. Практически он так сел под шайбу, что бросать у нас было либо мимо него и мимо ворот, либо бросать у него. Что и сделал нападающий армей. А вот непредставленным у нас... А вот я как раз сломал этот момент, когда глупо пытался завершить. Непредставленным у нас... Непредставленной осталась у нас четвертая тройка хозяев. Это Илья Воробьев, центр форвард, сын главного тренера. И вместе с ним Илья Крикунов и Николай Хлобыстин. Молодой нападающий. Крикунов 18-й, а Хлобыстин 67-й. Вот Широков, как более опытный товарищ, встает на точку вбрасывания. Не сумел выиграть единоборство. Но все-таки зацепились армейцы за шайбу. Широков борется у лицового борта. Здесь габаритный метлюк. Выигрывает эту дуэль. И есть возможность для неплохой контратаки. А Хлобыстин в ближний угол целил. Но в створ ворот попасть не сумел. Очень просто он действовал. И защитник у армейцев никаких загадок не было загадано. Просто поставил клюшу, блокировал бросок. В принципе, намного поинтереснее было заиграть молодой игрок. Никто его особенно не давит. И тут можно было и тормозить, и улитку делать в углу. И сдать, когда партнеры помогут. Но вот здесь Илья Воробьев очень неплохо выиграл убрасывание. Сразу опасность возникла у ворот армейцев. Но отбились. Отбились красно-синие. Еще один проброс. И вновь лайнсмены везут шайбу к воротам Петериса Скудры. Вот парадоксальная ситуация у ЦСКА. Последние игры как бы очень здорово играют Паршин и Широков. Но сейчас у них на данный момент нет центра. Играет с ними Каблуков. Они выходят четвертыми. Четвертые звенья играют немного. И поэтому, вот видите, у них отрезок был практически ведущий на подачу ЦСКА. Всего 20 секунд. Очень мало такого вот при игре 5 на 5. Имеет возможность ее отточиться. Вот сейчас Купер с партнерами против звена Мазякина у Хозяев. Выбрасывание в средней зоне. Купер его выигрывает. Устремляется в погоню за шайбой кист армейской команды. Не сумел. Как раз Жироков был. А это Пронин с шайбой. Входит в зону. Двигался в направлении угла площадки. Там партнер. Оказался у него на пути. И немножко сузился. За счет этого фронт хозяйской атаки. Упер. Быков выигрывает борьбу у борта. Но Уперу на помощь приходит партнер по звену. Шайбу выцарапывают армейцы. Удалось зацепить ее защитнику за синюю линию. Последовал наброс на подачок. Но там скудра вмешался в развитие событий. И встречу остановил. Ну, колесник, прошу прощения. И жестко тут Быков прессиндует Жаркова. Просто дал понять молодому нападающему, что просто так на подачке ему не позволят нахожусь. Поджимают армейцы соперников. Но вот Лямин здесь, наверное, напрасно пускался в обводку на самой синей линии. Потерял он шайбу, выпустил ее в зону. И уже армейцам нужно защищаться. Сергей Севастьянов. Метлюк. Сделал попытку подключиться к этой атаке. Так, два шага от синей линии сделал, но потом остановился. Видимо, почувствовав на затылке взгляд Петра Ильича Воробьева. Ну, видим, что никакой догмы, как бы, в порядке выхода звеньев нет. И сейчас, в общем-то, смены поменялись. И звено Севастьянов играло против другой тройки. Не звено Япончинцева. Вновь откатились хозяева льда. Вновь довольно непросто армейцам в средней зоне найти правильное направление для своей атаки. Видите, уже не в первый раз наблюдаем мы с вами за тем, как буквально упираются они в красную линию. И потом вынуждены возвращаться к своим воротам. Симаков один в окружении четырех соперников. Пытался сохранить шайбу, но там здорово Глухов сыграл в отборе. Адреса-то для передач у него особо не было. Так, на свободное место шайбу он катил с таким расчетом, что, может быть, не докатится она до чужой лицевой. Или кто-то из партнеров успеет за нее побороться. Но не вышло. Значит, проброс мы фиксируем. Хозяева, в общем, не стесняются. Пробрасывают шайбу, действуют довольно просто. Уже прошло полчемпионата. И постепенно Воробьев добивается от своих игроков того рисунка игры, какой бы он хотел видеть. Они, Химик, все четче обороняется, все острее контратакует. И команда теперь, вот Химик, все больше напоминает те команды, какие хочет видеть Воробьев. Вот мы видим. Четко, жестко играют в обороне. И вот мы видим, что, в принципе, одна из составляющих этой оборонительной игры. Очень плотная игра в средней зоне. И они не дают практически соперникам развить атаку. А контратаку против Химик вообще очень редко дают. Ну и смотрите, говорили мы о том, что немножко изменился порядок звеньев. Это, похоже, Вячеслав Быков пытался как-то выдернуть из-под звена братьев Севастьяновых свое ведущее сочетание. Но вот буквально 30 секунд Севастьяновы провели на лавке и вновь вышли против звена Япончинцева. Не дает. Разгуляться Петр Воробьев своим соперником. Тут же реагирует на их ходы тактические. Ну и все в итоге вернулось на круги своя. Хозяева в атаке Охлобыстин. Силовой прием Азолин против него провел. От шайбы отделил. Ну и там партнеры ей уже завладели. Вновь Азолин. И опять, видите, вдвоем его встречают. Хоккеисты в желтой форме. Воробьев и Кручининов. Воробьев, Илья и Кручининов атаковали его. У борта с большим трудом армейцы зацепляются за шайбу в чужой зоне. Ну и гостит она там совсем-совсем недолго. И вновь от своих ворот нужно начинать на наступление. Беловы здесь трейсингуют. И в итоге слишком переусердствовал Илья Крикунов, по-моему. Второй раз в этом матче. На скамеечку штрафников ему предлагается проследовать. Сейчас повтор, видимо, будет. И, конечно, совсем неоправданное удаление. Какой смысл атаковать защитника за воротами, за чужими. И при этом так активно орудовать клюшкой. Конечно. Хоть и не в этом моменте. Вот дальше уже будет, вот видите, зацеп идет. И тут совершенно приведено удаление. Ну что, знакомые все лица у хозяев на льду. Хамитский, Быков, Лещов, Муазякин. И тройка Никитенко. Армейцев хороший пас Никитенко получает. И как обидно промахивается армейский капитан. Великолепно вылез он на ворота. Вроде бы убрал на замахе колесника. Но вот с неудобной шайбу в ворота переложить уже не сумел. Плестящий эпизод. Но очень хороший пас, конечно. Вот армейный Никитенко получил. И вот Андрей тут здорово действовал. В принципе, клюшка колесника мешала. Вот она выкинула. И поэтому пришлось убирать дальше, чем хотел Никитенко. И это не удалось. Вбрасывание Никитенко выиграл. Штребак заряжает. И пытался Никитенко, опять же, накатываясь на линию броска, немножко изменить направление полета шайбы. Вновь она приходит к Штребаку. Да, здесь Словак погорячился. Чересчур заряженным на бросок он был в этой ситуации. А это звено играет в такой манере. ТСК «Каждая тройка», который ходит в большинстве, играет по-разному. Именно это звено очень активно подключает защитников. И им разрешено много бросать. И вот мы видим, что Никитенко здорово играет на пятачке. И Добрыжкин. Поэтому вот это звено играет именно через защитники. Ну вот теперь Япончинцев с партнерами на льду. Здесь вправе мы более комбинационную игру видеть в исполнении этого звена. Но для начала, опять же, нужно выиграть вбрасывание и закрепиться Япончинцев с партнерами в чужой зоне. У хозяев метлюк Баландин защищаются. И два брата Севастьянова, Сергей Михаил. Сергей Севастьянов вбрасывание уверенно выиграл. А вот Баландин едва не оплашал выбрасывание шайбу из-за ворот. Но в итоге прилетает она к Петрисус-Кудре. 52 секунды остается до выхода на лёд Крикунова. Но удастся армейцам в этих зонах, как вы думаете? Посмотрим. Время покажет. Удается Симакову это сделать. Тут же навязывают ему силовую борьбу. Как-то неважно, армейцы поддерживали партнера. И они были готовы к борьбе за шайбу. И метлюк ее в конце концов. Практически нет, потому что как раз против первого звена играло звено Севастьянова, который и Влади Тольятти были в этом компоненте сильнейший. Именно в игре в обороне и в игре в мячинстве. Ну вот Илья Воробьев с Петром Счастливым появился на льду. Уец Титов. Пара защитников. Шейфер по воздуху пытается вырезать шайбу в чужую зону. Япончинцев на льду остался в полном составе уже хозяева. И армейцы атакуют. Но здесь колесник вжимается просто в ближнюю штангу. Кладет клюшку, перекрывая абсолютно весь низ. Некуда там шайбе было деваться. И вот здесь, несмотря на то, на серию жестких атак, продолжает трудиться Жарков на пятачке перед чужими воротами. Едва-едва не переправил шайбу. Счастливый. Такое повреждение получил Титов. Он и острый подключался к атаке. Но какой-то удар получил, еле-то их достанет. Последняя минута первого периода у нас идет. 1-0. Хозяева впереди. Эту шайбу Павел Воробьев забросил в тот момент, когда его команда имела численное преимущество. Но и по-настоящему острых моментов у ворот Колесника было немного. Вот вспоминается на старте второго большинства прорыв Никитенко к воротам. А так особой работы у Колесника-то и не было в первом периоде этого матча. Здесь арбитр предлагает Пронину подниматься. Причем так довольно красноречиво. Жестко выговаривал форварду за то, что тот потерял равновесие. Ну и удалять за неспортивное поведение Сергей Карабанов не стал. Ну надо отметить, что ЦСКА вообще функционально всегда очень здорово готовы. И мы не раз видели, что в первый период они могут не так активно выглядеть. Но к концу игры обычно все быстрее и быстрее двигаются. Все больше моментов создают. И думаю, что первый период еще не показатель той игры, которая наша сегодня ждет. Во втором, третий период. Ну вот, вновь Япончинцева выпускают не под Севастьяновское звено. Против тройки Мазякина Вадим действует. Ну и закончен первый период. 1-0. Хозяева впереди. Ну, если коротко анализировать события первого периода, что запомнилось больше всего Сергея Найдевича? Ну, в принципе, игра ровная. Команда играет так, как попросили их тренеры. ЦСКА старается больше атаковать, больше давить в зоне. Команда играет на контратаках. Ну, в принципе, здорово реализовали большинство. Очень здорово тут действовал индивидуально Воробьев. А, в принципе, все еще впереди. И все, внимание, на лед. Второй период у армейцев. Начинает звено Миттеупера против тройки Альберта Дещева. Ну, наблюдали мы с вами в первом периоде такие тактические игры, когда свою ведущую тройку нападения Вячеслав Быков пытался убрать из-под братьев Севастьяновых, которые с мертвой хваткой вцеплялись в Япончинцева сотоварища, не позволяя им ничего придумать в чужой зоне. Но каждый раз Воробьеву буквально там какие-то считанные секунды требовались на ответ. И в случае необходимости Севастьяновы появлялись на лед, ну, буквально там через 20 секунд после окончания своей предыдущей смены. А мы сейчас видим, что все-таки в ЦСКА три классных нападающие и центральных нападающие. Четвертый все-таки молодой. И мне кажется, вот, все-таки должен усилить пару паршин широков тем, что часть из них будет выходить Япончинцев. И мы видели, что в первом отрезке первой тройки вышел Упер вместо Япончинцева. Поэтому мне кажется, все-таки, что ЦСКА предпринят определенные перестановки, чтобы усилить игру. И вообще надо отметить, что ЦСКА вот одна из лучших таких вот теоретических вот подходов и таких тактических подходов к игре. Отличные разборы игры соперников и предыдущего, и предстоящего. И очень хорошая, в общем-то, работа и в перерыве идет с игроками, когда до игроков доводится, что можно усилить, что улучшить. И вот ЦСКА вот постоянно в этом вопросе прогрессирует. Очень гибкая тактическая команда. Может она поменять свою игру по ходу матча, опираясь на действия соперника. Ну, посмотрим. Но с учетом все равно, что ЦСКА будет больше атаковать. Естественно. Никитенко с партнерами Касауровым и Добрышкиным на площадке. Вот Сергей Севастьянов с братом Михаилом и Байковым на льду у «Химика». Идут хозяева вперед. Армейцы выстроились в средней зоне, ближе к своей синей линии. Взяли на вооружение тактику соперника. И вот видите, не получилось у «Химика» атака с ходу. Ну и дальше, следуя этой логике, не стали особенно мудрить хоккеисты ЦСКА. И выбросили шайбу из своей зоны. Проброс фиксирует арбитры. Вбрасывание у ворот Петериса с кудрой. Вот это очень интересный момент. Мы тут сегодня не затрагивали, в принципе. Не затряли на нем внимание. Что действительно очень высока цена именно очков в сегодняшнем матче. Потому что команды и ЦСКА, и «Химика» претендуют на как можно более высокое место, которое дает послабее соперника в первом и втором круге. И поэтому действительно сегодняшняя игра, может быть, шести очков стоит. Потому что если выиграет ЦСКА, она вплотную подтянется к лидерам. И, ну, в общем-то, зазор небольшой будет. Если выиграет «Химик», все-таки достаточно уже будет разница между, допустим, первыми четырьмя командами. Или пятью даже и ЦСКА. Ну, опять же, можно подкрепить это соответствующими цифрами. «Химик» сейчас на четвертой строчке в турнире на таблице. Армейцы на седьмой, но и разделяют эти команды пять очков. «Химик» сейчас на четвертой строчке в турнире на таблице. «Химик» сейчас на четвертой строчке в турнире на таблице. Субтитры подогнал «Симон» 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 «От Кабулуков выходит, вышел на льду с Жарковым и Аншаковым, а они так действовали два матча назад и видим целиком это как бы четвертое звено теперь конкретно, их задача, если есть возможность выходить и какое-то время давать передохнуть, но, это все очень быстрые и мощные хоккеисты, поэтому, думаю, что просто против них играть тоже не удастся» Уршак сейчас довольно неплохо набрасывал шайбу на пятачок, и там Аншаков пытался переправить ее в сетку. Севастьяновы здесь на двоих едва не организовали взятие ворот, бросок от синей линии, но, опять же, Скудра успел увидеть наброс Баландина, никому из химиков не позволили изменить направление полета шайбы. Это повтор предыдущего эпизода, когда Михаил Севастьянов продрался вместе с шайбой на пятачок, но вот бросить толком не сумел. Скудра шайбе путь свои ворота преградил. Севастьянову только руки удалось из-за ворот вытащить, а бросить из такого положения невозможно. Илья Воробьев со своими партнерами по звену появился, Охлобыстином и Крикуновым. Крикунов в этом матче двумя удалениями уже отметился. Ну и вот четвертая тройка хозяев против первого звена армейцев сейчас на льду. На первой пятерке, если брать внимание, Корниеву и Розину, пару защитников. Еще одно удаление будет у хозяев. Петерис Скудра бросается к своей скамейке запасных. Шестой полевой на льду появляется. Это Вадим Япончинцев как раз. Ну и добились своего вбрасывания будет в чужой зоне. А на скамеечку защитник Семенов отправляется. Да, если вот взять результативность, в принципе, какие-то в ЦСКА, я думаю, в таком сочетании, как сейчас вышли какие-то в ЦСКА, вот именно тройка нападающих, это самая результативная тройка. По очкам, по забитому шагу. Пятерка лучший команд чемпионата в ходе армейцев по игре в большинстве. Но вот третий раз в этом матче получают они шанс отличиться. Лещов, Мазякин, Быков, Хамитский защищаются у Химика и ту армейцев, япончинцев. Но вот как раз с Широковым и Паршиным появился на льду. А такой расклад сейчас состава ЦСКА, что япончинцев, видимо, будет действовать постоянно Широковым и Паршиным, а с Михайловым и будет там действовать... Симаковым будет упер, да, так они и играют. Ну что, теперь уже Химики грамотно держат оборону, пока еще в зоне даже, за исключением выбрасывания первого, армейцы не побывали. Вот сейчас удается им приблизиться к чужим воротам. Начинается розыгрыш Белов. Атаковал сходу и блестящее на добивании Широков. Действует не опасным, казалось, этот бросок от синей линии армейского защитника. Но Колесников-то неуверенно среагировал на эту шайбу, отбил ее перед собой и Широков был тут как тут. Ну вот тут защитник, фармацонка Кисер действовал. Ну как бы неправильно, вот сейчас видим перевод, бросок, и защитник оказывается, ну практически, ну в Вадим Хаминской ситуации, что он и не блокировал бросок, закрыл ротаря и на подпоре не помог. Да, и здесь приношу свои извинения Виталию Колеснику, шайбу-то до него не дошла действительно в этом эпизоде. Попала она в коню к Хаминскому, осталась под защитником, потеряла ее он из виду, и Широков уже в ближнем бою Колесника переиграл. Один-один таким образом, ну вот и армейцы реализовали численное преимущество, обменялись команды Голландию в большинстве. Да, и тут и к Хаминскому, наверное, претензий нет, не предъявит, потому что практически на тебя шайбу ловил, но вот отскочил очень неудачно для подмахонки. Да, трагическое истечение обстоятельств для подопечных Воробьеву привело к взятию их ворот. Один-один поинтересней будет игра, наверное, после этой заброшенной шайбы. Павел Воробьев заложил вираж, оставил шайбу подключившемуся к атаке Александру Титову. Ну, прекрасно. Те из вас, кто смотрит трансляцию на нашем канале, знают, что Александр Титов начинал в нападении свой... Александр Титов. Александр Титов, да, начинал свой хоккейный путь, и поэтому подключаться к атакам он не только любит, но еще и умеет. Ну, он не только начинал, он очень долгие годы играл в нападении, буквально там уже где-то после 25 лет был переведен в оборону. Поэтому, как набок-то у него очень хороший, и мы помним, вызов его в сборную, когда ему пришлось даже весь Евротур провести нападающий. Вот ошибка. Бросок по воротам. Это Каблуков атаковал. Ну, здесь почистили химики свой пятачок, и есть возможность у них для контратаки. Павел Воробьев прокатывается за воротами, сохраняет шайбу. Здесь его передают армейцы по цепочке друг к другу. Шефер Касаурову поручил заботу о Павле Воробьеве. Хороший перевод. Семенов. И каким-то чудом Петрис Кудра спасает свои ворота от неминуемого гола. Павел Воробьев уже готовился руки вскидывать победно вверх, но зацепил краем ловушки. Кудра шайбу, летевшую в его ворота. Блестящий вратарский подвиг. Еще один момент. Коварный бросок из-под защитника Ильи Воробьева. С Кудра вновь реагирует. Но вот частенько латышский голкипер ЦСКА, отразив так серию бросков, получает такой заряд уверенности в себе, что пробить его становится практически невозможно. Ахлобыстин зарабатывает для своей команды большинство. Очень сложный отрезок для армейцев был. И вот Шефер, видимо, очень устал. Ну да, конечно, там никакого умысла не было в подножке, но действительно зацепил ногу под маршрунку кисты. И вот смотрите, Воробьев наверняка расстреливал ворота. А вот смотрим, какую передачу сделал Титов на Воробьева. Практически все абсолютно были уверены, в том числе и С Кудра, что будет бросок. А С Кудра и реагировал-то на бросок. Да, и он выкатывался далеко, видите. Но вот боролся до конца и успел переложиться. Молодец. Шикарное, совершенно шикарное спасение продемонстрировал в этой ситуации. Браво С Кудра! Армейцы вновь не стесняются атаковать в меньшинстве. Полез на пятачок там нападающий ЦСКА. И с большим-большим трудом этот выпад удалось нейтрализовать обороне «Химика». Алексей Симаков угрожал Виталию Колеснику. Грозил, скажем так. Еще минуту 25. Хозяева будут иметь честное преимущество. Лещов. Очень много неприятностей. Лещов с Мазякиным доставили армейцы в матче первого круга. Просто на раз. Разыгрывая они большинство. И вот сейчас продемонстрируют то же самое. Шикарный пас из-за ворот. И Лещов позволил Пронину просто расстрелять Петрис и Скудру. А в этом эпизоде, ну что, вновь гол в большинстве мы с вами видим. И все сыграно было просто великолепно. Мы не первую игру смотрим «Химика». И это вообще очень серьезная находка, как бы, Воробьева. То, что он поставил Пронина именно к двум таким умным техническим игрокам, как Мадякин и Лещов. Ведь это просто насыщает лет и боец Пронин, который очень здорово играет на пятаке. И он буквально вот, ну, расцвел в этом звене. И мы видим, что не первую шагу почти забивает. И каждый игрок, вот эта пятерка, которая выходит у «Химика», именно реализует большинство, выполняет конкретные функции. И вот Пронин, в общем-то, очень здорово и удачно здесь смотрится. Пронин отвоевывает пространство. Пронин сковывает действия обороняющихся. И тем самым развязывая буквально руки с партнером по звену. И сам при этом еще забивает. И причем не просто вот. Он сейчас, ну, действительно, промах защитников. Оставили одного Пронина. Но перед этим, допустим, матч у Суфоин здорово забил при игре в большинстве. То же самое. Он вылез и здорово бросил. Но я говорю, что он очень прибавил. Но опять же, с другой стороны, даже если бы там был защитник, сдвинуть Пронина с пятачка тоже, знаете, задача не из легких. Ну, по крайней мере, сблокировать его клюшку можно было. Пронин отличился седьмой раз в этом сезоне. И 2-1. Хозяева впереди. Широков. Шайбэй Паршин ее подхватывает. Выруливает в центр. И в последний момент успели его рубануть клюшкой. Паршин на льду. Ему больно на удаление будет в составе. Да, там, наверное, из колена в колено. Сейчас мы будем смотреть, как он вылезает. Да, колено. Это вообще-то грязный прием, конечно. Не было желания найти травму. Но удаление 100% очень болезненное для Паршина. Ну, Паршин вроде бы уходил от этого столкновения. Так полежал чуть-чуть и без посторонней помощи. Покинул предел площадки. Но вот Максим Семенов вновь проследовал на скамейку для плохих парней. Так серийно сегодня удавляются игроки Хинека. Дважды крикунов. В первом периоде теперь вот Семенов на вторую отсидку пожаловал. И на удаление Семенова армейцам несколькими минутами ранее удалось реализовать. Очень здорово здесь подстроился под армейского нападающего Сергей Севастьянов. И в момент приема шайбы сыграл на опережение и остановил эту атаку. Вот еще раз повтор взятие ворот. И Пронин посвятил в рыцаре, отдавшего ему передачу Лещева. Забавная. Сценка была разыграна. Ну, Пронин вообще любит отмечать голы. И очень много у него, в общем-то, Экспромка. Вот в этот момент не только, наверное, Экспромка. То же самое получилось у подмосковных икисток, что только что сделал Пронин. Абсолютно потеряли пятачок и там абсолютно свободно должен был забивать нападающий армейц. Да, Никитенко это оказался на позиции для броска, но не сумел поразить цель. Отличный момент был. Действительно как-то увели своих опекунов армейцы за ворота. И в результате по центру накатывался Никитенко в гордом одиночестве. Но это холоднокровия там, похоже, фурорду не хватило. Упер с Михайловым и Симаковым пытаются разыграть лишнего. Но не получается пока это сделать у ЦСКА. Счастливый свою оборонительную вахту продолжает нести. Вместе с Ильей Воробьевым и уец Титов, пара защитников. Упер. Розин здесь первым будет на шайбе. Мечется она пока по борту в зоне соперника. Никакой армейцы отклеить от него не могут. Вот Михайлов. Ну вот, наконец-то будут сейчас расставляться армейцы. 10 секунд остается до выхода налет Семенова. Бросок поворотом. Еще бросок. Но стеной здесь встает Виталий Колесник. Шайба словно намагниченная. Там и угла, наверное, все-таки у Упера не было. Вот сейчас хорошая позиция мы будем видеть. Не попал поворотом Никитенко. В предыдущем моменте, в самом начале отрезка в перегреве большинстве. Но вот сегодня армейскому капитану не везет второй раз в этом матче. Имел он реальнейшую возможность отличиться. Но не летит шайба в ворота. Заколдовал их какой-то местный Хаттабыч, имеющий свои счеты к Андрею Никитенко. В полном составе хоккеист и химика Семенов. Такой спринтерский рейд на свою скамейку предпринимает. Ну а выскочивший вместо него Пронин на площадку так резво помчал с места, что даже равновесие потерял. Играют команду в рамах составов. И четвертое звено появилось у ЦСКА и первое у химика. В общем, называя по именам центра форвардов, Каблуков против Лещева. Сейчас на льду звенья. Но здесь Пронин на точке вбрасывание играл в этом эпизоне. Мрущак. И смотрите, вновь четвертая тройка армейцев. Как довольно бодро проводит свой отрезок на льду. Сейчас Жарков угрожал чужим воротам. И что? Удаление будет у хозяев. Очень агрессивно действовали молодые армейцы. Его заставили ошибиться. Вадим Хаминский там чересчур жестко действовал на своем пятачке. Заработал в итоге удаление. Ну вот, кстати, Каблуков со товарищей делают свое дело. Буквально пару раз они появлялись, пару-тройку раз появлялись на льду. И каждая их смена получалась маленькой, но яркой. Здесь заработали они большинство. Япончинцев с Широковым и Паршиным не поняли здесь друг друга партнеры. Япончинцев из-за ворот делал передачу, перевод в центр, а Широков туда не пошел. Сергей Севастьянов отловил на силовой прием кого-то из армейцев в средней зоне. И вновь Сергей Севастьянов в центре событий подкладывает шайбу, доставляет его в передовую зону. Он будет держать, будет убивать время. Сразу вдвоем его атаковали и просто Севастьянов на свободное место. Шайбочку откинул, таким образом храдя. У армейцев драгоценные секунды. Ну вот еще и до проброса. Доигрались пока-пока не получается. Вот именно у Япончинцева с Широковым и Паршиным в большинстве, ну, хоть ты плачь. Ну, они одну шайбу заброшили. Но сейчас просто у них немножко скорости не хватало. Они постоянно пытались делать короткую атаку. И, ну, скорости такой явно не хватало, чтобы войти в зону. По одному ползком это нереально просто. Счастливый Илья Воробьев появляется на льду у хозяев. Кручинин и Семенов, пара защитников, Штрбак. Резковато делал передачу во фланг. В итоге там форварду было очень непросто принять эту шайбу. Саврос, в итоге, раньше нее оказался в чужой зоне. Вбрасывание с места паса выигрывает Никитенко единоборство у Ильи Воробьева. Закатываются армейцы в свою зону. Шефер берет на себя труд. Доставит шайбу в передовую зону. Не очень удачно это действует. Но тут же удачно навязывает борьбу Кручинину и выигрывает шайбу. Штрбак бросает поворотом. Мимо ворот летит шайба. И тут уже счастливый разряжает автоновку в своей зоне. Меняются химики. Вновь братья Севастьяновы на льду. Очень неплохо Штрбак. Почему он не решился в великолепных соревнованиях? Потому что он ждал, когда откроется Дмитрий Убер. В принципе, выходили два в один. И момент заброска был отличный. И абсолютно непонятная неразбериха у подмосковных экистов. Когда просто три человека были не удела при игре Мечен-Твен. Сейчас повтор посмотрим. Шайбы команды забросили в неравных составах. Ну, опять же, вот, собственно, и удаление, заработанное четвертым армейским звеном. Удалось его использовать. В итоге Аншаков сражается с Быковым за воротами. Выигрывает шайбу. Он начал разворачиваться. И тут его уже Лещов ждал. Так наблюдал он со схваткой стороны. И потом просто предугадал развитие событий. И буквально ему на клюшку Шайбу Аншаков в итоге и привез. Здесь Кронин подстраивался под эту передачу в районе красной линии. Не сумел переложиться. Не сумел ее обработать. Пробросом дело закончилось. Он на мгновение позже, чем необходимо, увидел. Просто, что передача идет к нему и неудобно было принимать. Чуть меньше пяти минут остается до конца второго периода матча между подмосковным Химиком и ЦСКА. 2-2 на табло. Ну и, в общем, не приходится скучать зрителям во втором периоде. Три заброшенные шайбы мы с вами уже увидели. Ну и это не предел, надо полагать. Четыре всего. Три во втором периоде. И вот когда мы читаем интервью и Воробьева, и Быкова, то они пишут, что они очень много занимаются на тренировках. Отработка игры в числе неравенств. Я это в ЦСКА вижу постоянно, но мы видим, что эффект действительно есть. Розин зарабатывает удаление за фолл против одного из братьев Севастьяновых. Ну и дальше там довольно опасно развивалась эта атака, потому что Розин на какое-то мгновение выключился из игры, апеллируя к арбитру. А химики продолжали свою атаку. Бойков вышел на очередь для броска, и на части армейцев скудра намертво зафиксировал шайбу после броска форварда подмосковной команды. Ну и вновь злоидение армейцев на площадке. Лещов, Мазякин, Пронин. Хамитский, удаление которого было реализовано, и Быков. Вот Вадима бросают на реабилитацию срочную. И Панчинцев, Касауров, Штербак и Лямин защищаются у ЦСКА. Быков вполне по силам Быкову организовать игру своей команды на синей линии в роли своеобразного диспетчера. Но его партнер там тоже не рискнул Вадим Хамитский подключаться в атаку и контратвет. Ну просто немножко неточная передача была Лещова. В принципе, они уже встали так, как необходимо было для розыгрыша. И когда мы говорили про Лещов, что в этом звене каждый выполняет свою функцию. Вот, допустим, Лещов приводит шайбу в зону, и он основной разыгрывающий. Видим, вот сейчас Пронин, он должен стоять на пятачке, и туда же приезжает Хамитский. Но скудра справляется с броском Лещова из правого круга выбрасывания. Лишая шанса и Пронина, и Хамитского сыграть на добивание, очень уверена здесь. Ну вот, действительно, Быков один на синей линии, также дирижирует действиями своих партнеров, направляет атаку в нужное русло. Вот теперь звено Петра Счастливого на площадке у хозяев, у армейцев. Никитенко, Добрыжкин защищаются. Видимо, чем-то не устроила игра Кригунова, и вышел на поле Илья Воробьев. Наверное, наобрасно все-таки он должен играть. Ой-ой-ой, попадает шайба в Илью Воробьева, тем не менее, не выключился он из борьбы. Пытался, пытался там всеми правдами и неправдами продолжить ее движение к воротам. Очень болезненно, видно, что он прямо сейчас не совсем уютно все чувствует. Шайбу требуют зрители. Титов поджал соперника, и не получается бросок у Счастливого. Илья Воробьев тут же отбирает ее. Пуяц. Рискованно все на грани потери, но проходят эти передачи. Наверное, все равно их делать не надо, потому что на грани было выхода один на один. Буквально сантиметр не доставил Добрыжкин эту передачу. Но с другой стороны, стремясь перехватить такие передачи, выбрасываются армейцы. И какое-то время на то, чтобы восстановить позицию, им требуется. Так вот, едва не разыграли. Счастливый Павел Воробьев. Завладели хозяева шайбой. Вновь Павел Воробьев. Ну вот Крикунов заменил Воробьева и Илью. Бросок по воротам в полном составе армейцы. Розин на позиции центрального нападающего оказывается. Но так не рискнул мчаться туда вперед, открываться. Все-таки предпочел восстановить позицию. И так сыграть на более привычном месте. Отбывший штраф. Розин. Титов. Вот Розин. Покатился вроде бы на смену. Но шайба полетела в его направлении. Но как раз это его смена, поэтому он будет играть. Потому что его партнеры, в общем-то, выстрелили в мяченстве. Как раз он передохнул все динозками к жертвуникову. Сейчас его смена. Не успеет к этой шайбе Егор Михайлов. При всей своей настырности. Бойков. Перевод в центр. Довольно неприятно. Шайба отскакивала на пятачок. Но скудра контролировала. Направление его полета не стало. Не стал для него этот рикошет сюрпризом. Ну и положение ройни игры фиксируют арбитры. Последняя минута второго периода начинает свой отсчет. Очень интересный период. ЦСКА явно добавила. И в движении, и в мощи. Еще здорово реализовали два значительных преимущества. Счет 2-2. Да, как раз просто непредсказуем события третьего периода. Не кажется ли вам, тот, кто сумеет забить в равных составах, тот и победит? Сложно сказать, сколько заброшенной шайбе будет в третьем периоде. Поэтому прогнозировать на этот счет я не берусь. Мощный Пронин. Смотрите, подхватил шайбу в средней зоне. И троих хоккеистов ЦСКА. Вытянул на себя. Сковал так едва до ворот. Не добрался. Тут же контратвет. Паршин. Последний момент. Быков выбивает у него шайбу с трюка клюшки. Широков в углу площадки выбирается. Выбирается пяточок. Бросок к воротам. Колесник спасает свою команду. И уже атака на другие ворота. Мазяки. Ждет партнеров. Хорошую передачу на Быкова выдавал. Тут, похоже, в касание пытался перевести шайбу на противоположный фланг. Но не получилось у него это сделать. Да, у него были сомнения, дойдет шайба до него. И поэтому он так как бы играл надежно. Чтобы не пролетела шайба мимо его клюшки и не было контратаки. Ну что, последние три секунды второй двадцатиминутки предпочли спокойно доиграть в своей зоне армейцы. Добрыжкин шайбу подержал, да и отбросил на свободное место партнеру. 2-2 после второго периода. Итак, армейцам удалась погоня. Сравняли они счет. Пропустили шайбу в меньшинстве и вновь сумели догнать соперника. Капитан армейской команды выясняет что-то у главного арбитра матча Сергея Карабанова. Ну, наверное, судим... Ну, обычно в этой ситуации подъезжает капитан команды по окончании периода. Он вносит какие-то коррективы, кто делает для любые передачи. Вот это как бы правило такое. После окончания периода капитан подъезжает, говорит, что в какой-то момент то, что отдавал, то, что выдавал. Статистика двух периодов этой встречи на ваших экранах по-прежнему сохраняется преимущество армейцев по броскам в створ. 21 против 18. Ну, вот хозяева удалось им немного оторваться по игре на вбрасывание. Плюс 5 этот показатель. Будет ли у нас интервью, хотелось бы понять к этой минуте. Ну, и обратить внимание, действительно, все голы в этой встрече пока забивались в большинстве. Кончился второй период. Рядом со мной нападающий хоккейного клуба ЦСКА Егор Михайлов. Егор, ну, по-моему, сегодняшний хоккей нравится зрителям. Такой быстрый, контратакующий. Вы согласны? Да, я с вами полностью согласен. Как бы и химик, и мы больше как бы уделяем внимание сейчас в сегодняшней игре атаки. Но при этом не забывая как бы преоборону. Поэтому идет как бы игра как бы качели туда-сюда. Я думаю, зрителям такая игра нравится. Егор, а чем можно объяснить? Вот в первом отрезке второго периода, да, ваша команда завладела инициативой, потом упустила. Химик забил вторую шайбу. И в конце опять армейцы выправили положение, сравняли счет. Почему такие качели, а? Ну, химик два раза использовал большинство. Вот и все. А мы как бы один раз пока. Вот и как бы они в сегодняшней игре хорошо в большинстве играть. Лучше, чем мы. Егор, а сегодняшнее судейство как тебе? Не очень много удалений? Да нормально судейство. Мы все-таки в хоккей играем. Поэтому идет борьба на пятачке, по всей площадке. Поэтому я думаю, судейство сегодня хорошее. Егор, вот через некоторое время, спустя некоторое время ты вернулся в ЦСКА. Как тебе вообще в новой команде? Не жалеешь ли о возвращении? Я всем доволен. Вернулся в родной клуб, где я воспитывался, где я вырос как игрок. Поэтому я всем доволен. Переключил на себя внимание защитника. И тот уже не готов был к появлению на пятачке очередного незваного гостя. Таким образом, 2-2. Третий период начался. Братья Севастьяновы и примкнувший к ним Александр Байков на площадке у хозяев. Ну а у армейцев Упер по ходу этой встречи перешел в первое звено к Симакову и Михайлову. Таким образом, все-таки Япончинцева от братьев Севастьяновых к Быкову удалось ввести. Очень хороший тактический ход армейцев. И они сделали действительно как бы ударное звено. Ну, на самом деле, таким является звено сейчас Симакованчинцева. И такти выходит против третьего или четвертого звена подмосковных хоккеистов. Ну, что, в принципе, наверное, проще играть, чем хорошо обороняющий Севастьянов. Хотя вот шайба, которую пропустил Химик, вторая шайба, именно вот звено Севастьянов было на пол. Нам такое впечатление, что просто переиграли братья Севастьяновы в меньшинстве во втором периоде. И даже вот по ходу того отрезка, это была их уже вторая смена, как раз появились они на площадке. Похоже, просто, опять же, не успели расставиться. Ну, это, может быть, не оценили угрозы, которые исходили от Штербака. Не предполагали они, что и задатки расспасовщика Штербак в этой ситуации проявит. Ну, там уже не суперпас был, а рикошет, и, в общем-то, передача не совсем удачная была. Просто очень здорово отскочила она прямо на клюшку в упор. Никитенко идет вперед, попытался пойти в обыгрыш, но там Вадим Хамильский контролировал ситуацию, не выбрасывался, спокойно ждал, пока подойдет форвард на расстояние удара, и так легко шайбу забрал у него. Никитенко, перевод в угол. На первом на шайбе оказался Сергей Мазякин, и уже он ведет партнера в фотор наступления, вставляет Пронину, немножко не понял здесь Николай, маневр партнера не в ту точку. Адресована была ему передача, Лямин за спину на Касаурова. Ух ты, как простреливал Касауров, да и едва Добрышкин не замкнул, в общем-то, передачу. Вот дважды Добрышкин пытался бросить, сделать это ему не дали. Касаурова также вяжет Пронин по рукам и ногам, но Касауров просто вгрызается в шайбу, не желает он ее ни в какую отдавать. К позиционной атаке армейцы приступают, но в итоге Быков Добрышкина шайбы разлучил. Ильичев ходит в зону, могучий замах, Скудра парирует эту шайбу не без труда. Пробила она голкипера, но в ворот он ее не пустил, это самое главное. Наверное, все-таки Ильичеву не надо было спешить, потому что атака была 3 в 1. Штурбак попытался перехватить передачу, но не смог и оказался лежачим, и не мог уже помочь в обороне. Ильич Епанчинцев. Титов готов его встретить, Вадим попытался пройти за ворот, но там четко защитник силовой прием применил. Уец через ближний борт играет, и есть возможность у хозяев для контратаки. Павел Воробьев смещается в центр, и уже здесь блестящий Паршин играет, отработал в оборону, поставил он корпус Петру Счастливому, и просто не позволил тому ничего сделать, даже там достать клюшку. Петр Счастливый не сумел, связал его. Паршин очень неплохо отработал в этом эпизоде. Мы видим, что по началу периода Карабанов дает, в общем-то, пожестче поиграть обеим командам, и такие пару моментов, как бы, показалось, что, ну, можете жестко играть, можете довольно жестко играть. Это можно. Три минуты, девятнадцать секунд. Бодро начали команды третий вперед, практически без остановок шла игра у нас все это время. Илья Воробьев на льду со своими партнерами Крикуновым и Охлобыстином. Ну, вот и у армейцев Каблуков с Жарковым и Аншаковым появились на площадке. Четвертые звенья едва ли не впервые в этом матче встретились друг с другом. Жарков тащит шайбу из своей зоны. Крисек с ней синюю линию, но дальше продвинуться ему не позволили. Шефер выиграл борьбу у Ильи Воробьева. Вновь Жарков. Каблуков пропустил Аншакову. У того есть возможность играть один на один, но не пошел. В обыгрыж до конца предпочел спрятать свой бросок от защитника, но угодил ему в конек. Ну, сыграл как бы надежнее, потому что там в обводке почти наверняка терял шайбу и проваливался. А здесь и бросок могут сделать, и партнеры, главное, уже накатывались. Там можно было побороться за шайбу. То есть долети шайба до вратаря, там был шанс у партнеров на добивание. Конечно, и главное, шайбу привели бы в зону и продолжал вратак. Упер против Сергея Севастьянова на точке вбрасывания в средней зоне. Какую-то щепочку со льда Михаила Севастьянова арбитра попросил убрать бросок из средней зоны. Колесник проводил эту шайбу. Глазами понимал он, что летит она мимо ворот, и не стал реагировать. Вот длинным пасом под чужую синюю пытались химики развернуть свою контратаку. Не вышло. Михаил Севастьянов не кстати теряет равновесие на синей линии. Армейцы свое атакующее построение развернуть не успели. Но здесь Михаилов в обороне отработал, завладел шайбой. Один идет на четырех соперников. Как это часто бывает, в такой ситуации дело заканчивается потерей. Но и хозяева не сумели атаку провести. Бросок к поворотам. Симаков атаковал. Но уверенно здесь Виталий Колесник шайбу поймал после броска нападающего за иска. Пронин против Никитенко. Пронин в очередной раз выигрывает единоборство. Вот так по ходу матча вытеснил он с точки сбрасывания Альберта Лещева. Мазякин. Входит в зону Сергей. Там преследует его Никитенко. Касауров. Так увнимательнее стали игроки обеих команд. В обороне мы видим, что уже так не летят. Притинговать там, атаковать в зоне соперника. Тоже понимаешь, что цена матча, цена очков в сегодняшнем матче очень велика. Победа любой из команд это большой шаг в принципе. Но с другой стороны, в этой ситуации ничья она не в пользу армейцев. Сохранится их пятиочковое отставание от Химик в турнире на таблице. Но с учетом того, что Авангард и Салалат Юлаев одержали победы. В общем, от первой четверки отрыв вырастает. Кстати, можем вам сказать о том, как проходят параллельные матчи. Крылья Советов на своем льду проигрывает Ладе 1-5. Локомотив в Ярославле играет с трактором в ничью 1-1. Акбарс после двух периодов обыгрывает Новокузнецкий Металлург с отчетом 1-0. Уже 2-0. И, собственно, самая веселая игра дня, но не считая нашей, естественно, в Нижнехамске. И после двух периодов в поединке нефтехимик Сибирь 4-4. Причем сибиряки выигрывали с отчетом 4-1. Но затем нефтехимики взялись за дело всерьез и сумели счет сравнять. Что-то там еще будет. 6-22 сыграно в третьем периоде нашего матча. По-прежнему 2-2 на табло. Ну и на старте так. В первой части третьего периода команды больше преуспевают в разрушении. В четвертое звение команд сошлись на льду. Илья Воробьев, наверное, самый опытный из нападающих обеих троек. Овладел шайбой, но, опять же, четкий вход в зону хозяев не получился. Выбрасывание неподалеку от армейской синелинии будет произведено. Такое впечатление, что вот эта тройка Каблукова в третьем периоде даже чаще на льду появляется, чем во второй 20 минутке. Хотя именно во втором периоде и удаление они заработали, которые армейцы сумели реализовать. Ну, поэтому они выходят чаще, что удаления нет. Они выходят в свою очередь. Поэтому и выходят. Так что в большинстве они не играют, в меньшинстве они не играют. А во втором периоде было, ну, 10 минут практически команды играли в неравном составе. Да, с другой стороны, соглашусь. Объяснение лежит на поверхности. Стоило только копнуть. Кручинин из средней зоны решил побеспокоить Скудро. Не особо тут обеспокоился, да еще и что. Умышленный проброс, умышленное положение игры. Вот, видимо, спиксировали. И внизу вывели шайбу в зону. Да, так было, потому что из средней зоны уже за красной линией атаковал защитник в этой ситуации. Вбрасывание было у ворот армейцев, у ворот химикан. На ровном месте Паршин ударит шайбу. А нет, это не Паршин, это Корнеев защитник был. Колесник легко ловит шайбу кучную по воздуху. Ну и здесь Корнеев здорово Александр Байкова встречает неподалеку от всей линии хозяев. Не позволяя ему развернуться, принять шайбу толком. Очень здорово здесь защитник действовал. Ну и Байкову что остается делать? Остается пробрасывать шайбу через все зоны. Опять же так, подобно шахматистам, соглашаются на ничью в этих микроматчах. Звенья. Ну вот мы сейчас видим и все-таки такое ощущение, что ЦСКА больше атакует. На самом деле и есть, потому что они больше времени в зоне соперника проводят. И опять химик на что рассчитывает? На то, что будут удаления в составе ЦСКА или только провал? Потому что по такой игре ему не так просто будет забросить шайбу. У ЦСКА момента будет больше. И тем более мы уже в начале периода сказали, что в принципе Карабанов как бы лояльнее стал относиться. Показал за что будет удаляться в начале игры, а сейчас такие стыки он пропускает. Ну и в общем-то может это здорово. Для хоккея это точно здорово. Да, без нужды старается не дергать хоккеистов, лещов и кружева вышивает по чужой зоне. Шайба катилась на пятачок так довольно долго. Никто до нее добраться не сумел, но и в конце концов скутера выбросился и прижал ее ко льду. Побили чуть-чуть сейчас Штурбак и Пронин. Ну так, выпустили пар. Сейчас Николай играет первым звенеем и никакого смысла ему нет там удаляться даже обоюдно. Он играет много и хочет играть. Ну такая довольно добрая улыбка была на лице Штурбака в тот момент, когда он такой тумак Пронину отвешивал. Но нет, потом все равно он что-то пошел и жалоб. Паршин выезжает на свободный лед. Широков кистевой бросок. Паршину там чуть-чуть ему не хватило, чтобы прокатиться в момент броска перед колесником. Мог он затруднить жизнь вратарю, но опять же славно Денис в этой атаке поработал. Ну и тут после свистка такого даже, наверное, напрасно улиц на собственного вратаря толкал. Паршин, Япончинцев, Широков на площадке у армейцев. Мне кажется, все-таки почаще сейчас будет Быков выпускать эту тройку. Потому что они все-таки имеют реальную возможность. Это более агрессивно атакуют, чем любое другое звеноармейство. Япончинцев имел возможность для взятия ворот, но опять же Колесник выручил свою команду. Здорово сыграл корпусом, перекрыл весь верх и принял шайбу на себя. Павел Воробьев в углу площадки вдвоем его армейцы атакуют. Здесь Глухов пришел на помощь Воробьеву. Выиграли шайбу армейцы, но Титов в средней зоне очень здорово сыграл. Ну и так, пора уже было меняться кистом Химика. Из средней зоны бросил Титов мощно, но с кудроя играючи шайбу поймал Паршин. Не сумел убежать он от Семенова. И опять проброс фиксирует арбитры. Вбрасывание в ворот Виталия Колесникова. Армейцы ждут позиционных ошибок у мытищенцев. Но Титов четко играет. И вот даже такой острый пас продольный на Паршин. И Паршин на хорошую скорость получился. У меня там четверо было перед ним. И обыграть, конечно, сложно. Вот и даже пробросы показывают, что чаще подмосковных хоккеистов отбрасываются от шайбы. И выводят из игры шайбу. А ну вот теперь, а нет, не будет пробросов. Было касание кого-то из хоккеистов в средней зоне. Рвался вперед защитник Кручинин. Не весь как оказавшийся на позиции центрального нападающего. Аншаков. Бросок по воротам. Жарков атаковал. Колесник в панике смотрел себе за плечо. Не прошмыгнуло ли шайбу туда. Очень удобно летело. И он прямо действительно с вами согласен. Но он испугался. Не проскочила ли она. А вот это как раз был наглядный пример. Вот сейчас Кручинин подключался в атаку. Ну и в принципе шайбой-то не владел и не мог овладеть. Но зачем-то поехал на пятачок. И вместо него остался Хлобыстин. И вот тут надо понять, что никогда нападающий не сыграет так же здорово в обороне, как защитник. И вот Аншаков с Хлобыстином-то как раз разобрался. Ну вот теперь Купер и Сергей Севастьянов разбираются друг с другом у борта. Победа в этой микродуэли остается за кистом Химика. Но опять же недолго. Радовались его партнеры и обществу шайбы. Михайлов в своей зоне выдвигается. Сергей Севастьянов и заставляет армейцев ошибиться. Обокрал он Розина. Михаил Севастьянов. И левым флангом атакует армейцы Симаков. Метлюк в последний момент успел вывести Симакова. Не пустить его того на пятачок. Отправил за ворота Байков. Бросок мощнейший. Но опять же не должен он был представлять какие-то трудности для Скудры. Хотя в общем если вспоминать матч первого круга этих команд. Приблизительно с этой точки Байков совершенно сумасшедший гол забил. В ближнюю девятку расстрелял. И там Скудра ничем своим партнерам помочь не сумел. Здесь вот точности броску Байкова не хватило. Штарбак делает передачу на Лямина. Своего партнера по обороне Добрыжкин из средней зоны руководит действиями своих партнеров. Но вот сам. И вовремя включился в борьбу за шайбу. Отбросил ее в сторону Касаурова. Тут неплохой перевод на подключившегося к атаке Лямина сделал. Просок у Кирилла не получился. И вот момент. Долго. Как-то уж очень технично хотел Касауров, похоже, сыграть в этом эпизоде. Завозился он немножко с шайбой. Но и Пронин прочувствовал, что будет передача. И поэтому он со всех сил бежал помогать. И ему удалось, в общем-то, перехватить эту передачу. Опасно дальний штанг был очень опасным. Ну и далее Пронин очень неплохо вывел защитника на бросок. Это угрожал воротам. Повтор эпизода с участием Касаурова. И да, действительно, Пронин блестяще. Он в синей линии рванулся туда ближе к своим воротам. И в последний момент в падении сумел прервать эту передачу. Все равно армейцы играют агрессивнее. И мы видим, что когда они бросают шайбу, они пытаются давить отбросованных хоккеистов. Ну вот не в такие, конечно, моменты, когда абсолютно там ясно, что шайба будет у них. А подмосковных хоккеистов ждут контратаки. И им довольно часто удается, но все-таки бросают с дальних позиций. Оттуда сложно-то бросить. Очень опасные моменты. Здорово подправляли шайбу. И едва она не взлетела в ворот. Ну вот в те моменты, когда Лещов с партнерами появляется на льду, может быть, начинают хозяева так играть первым номером. Остальные звенья... И звено, когда вот это тоже выходит, звено счастливого, то же самое. Много очень времени они проводят в зоне ЦСКА. Повреждение получилось Широков. Посмотрим, насколько серьезно. В принципе, он поехал на смену. Вот выход, возможно, 2 в 1. Паршин в ближний угол предпочел бросить, но перекрывал там Семенов направление передачи на партнера. Наверное, Денису можно было показывать бросок и объезжать ворота, потому что он очень скоростной. И потом что-то мог сделать. Защитник ложился, и Аншаков там накатывался. В идеале тогда резко остановиться, паузу, убрать шайбу под себя и выдать на противоположный фланг партнера. Но вот видите, сколько мы вам это время не рассказываем. А у Паршина была секунда принятия решения. Даже меньше. Марушак, и все-таки зарабатывает удаление. Первое в третьем периоде. Холчок соперника на борт определяет Карабанов в этом эпизоде. Давайте смотреть по словам. Да, он физически мощнее оказался и тяжелее. Буквально вмял бород Крикунова. Вот Крикунов дважды отметился сегодня на скамейке штрафников. Сейчас на нем Марушак зарабатывает. Вот момент, Пашина. Видим, все ложились, можно было дать прокат, потому что запросить оттуда было нереально. Все здорово, колесник делал. Мы видим, что практически еще не успевали защитники и химиков помочь. Ну так деланы все Бобров и Виктор Кусь. Так, мы надеемся, будет делать Денис Паршин. Это в будущем, будем надеяться, недалеком станет также его визитной карточкой. Ну а вот ключевой момент у нас в матче, вернее, момент, который может стать ключевым. Марушак на скамейке штрафников, армейцы в меньшинстве. И Пронин, Лещов, Мазякин на реализации большинства у Химика. У армейцев защищаются Симаков и Упер. Именно Симаков так промчался по правому флангу, бросил по воротам колесника, бросил на цели на вствор. Может быть, не опасно с точки зрения голевых угроз был этот бросок, но попал во вратаря. К тому пришлось шайбу ловить. Брасок не в зоне, конечно, это будет сколько-то времени займет. Теперь еще выиграет брасок неизвестный. Болевый Упер здорово играет на брасок. Ну вот, перехвалили здесь его. Нет, а как раз, посмотрите, он очень грамотно как раз и выиграл туда-назад, потому что, в принципе, выиграть защитнику тоже ничего особенного выжать нельзя было. Он специально выиграл в брасок назад и уже сразу откатились от барона. Потому как он плюшку поставил, это было видно. Пронин борется в углу площадки так. Очень азартно, Николай. И действует, да вот момент, мощнейший выстрел Вадим Хамитский. Третью шайбу забивает в одном и том же ключе Хамитский. Мощнейший бросок. И, ну, я не знаю, в принципе, конечно, очень сильный бросок, очень точный, но дистанция дальняя, и скудра все видел. И здесь, в этом, после заброшенной шайбы, кто-то в сердцах с армейской скамейки бросил даже на лед пластиковую бутылку. Никого здесь не было. Рядом с Вадимом Хамитским продвинулся он до круга в браслоне, на позицию, которая уже убойный считается. Но, в другой стороны, здесь, по-моему, скудра немножко потерял ворот. Да, именно так и было. Он выпивился, но слишком большой, ближний угол всталит. Ну что же, продолжают хозяева отрываться. Пятую шайбу заброшенную в большинстве мы с вами увидели. Вячеслав Быков спорит с Сергеем Карабановым. Абсолютно непонятно, что он имеет в виду. Он, Быков, показывает на Сергея Широкова и говорит, что Карабанов... Ну, мне так кажется, моя точка зрения, но, судя по тому, что показывал Быков, он говорит, что абсолютно пропустил удаление, которое было на Широкове. Сергей получил травму, а даже никакого, в общем-то, наказания не последовало. Ну вот, Широкову на скамейке прикладывают лед к затылку. Ну, а смотрите, Вадим Хамитский просто настоящим стрелком становится шестой матч. Он сегодня проводит после возвращения из-за океана и уже три шайбы на его счету. Причем вот именно мощнейшими бросками от синей линии. Что там теперь говорит Бойков? Вы умеете читать по губам, Сергей Иванович? Нет. Очень жалко. Значит, никогда мы не узнаем. Ну, по крайней мере, в ближайшие пять минут пятьдесят две секунды игры, о чем Александр Бойков говорил с Сергеем Харабановым. Ну, он, возможно, выяснял, что ЦСКА должен выехать на лед и продолжать игру как бы недосадно было. Конечно, понять по-человечески Бойкова можно, но не в этот момент. Мы видим сейчас, что Бойкова не показали, в принципе, и он похлопывал действием арбитра. Ну, хоккей есть хоккей, и что мы будем теперь жаловаться? Итак, братья Севастьяновы и Бойков на площадке у хозяев. Бойков Никитенко в центре Добрышкин-Касауров по краям у армейцев. Штербак. Бросок из-за синей линии, из средней зоны, вернее. Не точно. Лямин Штербак просит передачи через борт, получает ее. Ну что, очень непросто будет армейцам сравнять счеты в этом матче. Все мы прекрасно знаем, как умеют играть, как умеют сохранять нужный счет, так умеют вгрызаться в результат команды Петра Воробьева. Опять же, никоим образом не хочу обидеть его команды. Наоборот, умение играть по результату, умение удерживать его, есть одно из важнейших хоккейных качеств. Сейчас надо ЦСКА действовать агрессивнее, лезть на ворота. И мне кажется, просто сейчас попытаться заработать удаление. Ну вот Широков это попытался сделать, появился он на льду. Вот мы видим сейчас удаление в составе под Москву. Япончинцев его заработал, ну а Широков полез в лучшую событию, там отменялся ударами с соперником, так раззадоривает себя Сергей. Ну и вот эта активная игра привела к тому, что нарушили правила мытищенцы в своей зоне. Вот эпизод из Широков против Счастливого пытался применить силовой прием. Применил его, но Счастливый в принципе готов оказался. И все-таки у него хорошая школа игры в Северной Америке. Но с другой стороны, именно Счастливый ты заработал. Удаление, значит, атака Широкова. Вот сейчас мы видим действия Бутова, да, он недоволен абсолютно действиями главного арбитра. Ну и за него показал на центре поля. Итак, Япончинцев с партнерами на льду у ЦСКА. Широков отбрасывает шайбу на синюю линию, а Золин. Здесь продолжают воевать в круге вбрасывания Япончинцев и Илья Воробьев там. Ой. Несколько секунд вольной борьбы они там демонстрировали. Ну и в Нижнекамске продолжают давать угля. Сибирь вновь выходит вперед в поединке с Нефтехимиком. 5-4 там, а матч в Ярославле завершился. В Ярославле матч завершился, Локомотив сыграл с трактором 1-1. А Золин попадает в конек сопернику. Так очень жесткой становится игра под занавес встречи. Не жалеют соперники ни себя, ни друг друга. 30 секунд. Химики отстояли в меньшинстве. Братья Севастьяновы появляются у них на льду. Главные убийцы времени. Япончинцев. Сразу вдвоем его здесь. Сергей Севастьянов и Митлюк атаковали. Вновь Япончинцев, вновь Севастьянов рядом. Авиатская борьба у борта. И удается, удается хозяевам вывести игру в среднюю зону. Минуту. Таким образом армейцы уже отыграли в большинстве. Паршин. Уходит шайба с крюка и... Ну не надо было ему спешить. Играем 5 на 4. Надо просто привести шайбу в зону, встать, а не лезть в обводку. Врез. И вновь Паршин попадает в конек сопернику. На этот раз Быков преградил шайбе путь к воротам. Больно там, похоже. Митичинскому защитнику так не очень уверенно. Двигался он, но остается на льду. А армейцы неправильно входят в зону. И вот сейчас как раз в этом моменте было видно, что все-таки Дис Паршин немножко опыта не хватает. Более опытный игрок постарался просто отранишь его. А все-таки намеренно выбрасывал шайбу из зоны. Едва не попал в Широков. Но и Широков сейчас и старается. Жестко действует. Видим, два отрезка и три единоборства. Сурово. Упер с партнерами появляются на льду у ЦСКА. Армейцы владеют шайбой, но далеко от чужих ворот. А уже через 20 секунд появится счастливый на площадке Михайлов. Все хватают эту передачу через борт. Но выбросить ее не сумел Симаков. Мощный бросок. Здесь серия рикошетов. Потерял шайбу колесник из виду. Ну, опять же, обошлось все для хозяев в этом эпизоде. Через 4 секунды выйдет налет оштрафованный игрок. Химик будет играть в полном составе. И 2 минуты 48 секунд остается у армейцев на то, чтобы попытаться перевести игру в дополнительное время. В полном составе хозяева площадки. Крикунов отправляет шайбу в чужую зону, куда полный сил счастливый помчался бороться за нее. Остальные хоккейские химика в средней зоне остались. Конечно же, максимум внимания будут они сейчас уделять обороне собственных ворот. Вбрасывание в зоне хозяев. Скудра так еще даже посматривать на скамейку запасных не начал. За 2,5 минуты, может быть, нет еще необходимости снимать батарею. Ну, безусловно, еще не будут. Вот, и сейчас еще ЦСКА будет опять давить, еще пытаться, может быть, или забросить шайбу, или хотя бы еще одно удаление заработать. Ну, и появляется здесь у хозяев возможность играть на контратаках. Штербак идет вперед, открывается на пятачке, ну, подключается он к атаке. И здесь с четвертым форвардом практически Мартин действует. Добрышкин, Никитенко и еще одно удаление в составе химика. В лучшем для себя случае до конца этого матча хозяева будут играть в меньшинстве. Ну, видимо, еще кто-то там и десяточку получил, потому что не одобрил действия, в общем-то, каравана. Да, толчок в спину был у Баландина, что тут говорить. Ну, и, наверное, он еще и действий получил. Потому что отозвался, видимо, нелицеприятно о решении судить. Ну, и вполне логичное решение Вячеслава Быкова. Берет он 30-секундный тайм-аут. Ну, а Баландин может уже отправляться в раздевалку, удален он, по существу, до конца игры. Даже если будет овертайм, он еще десять минут получил, поэтому по-любому не может появиться на площадке. Ну, а Хлобыстина делегирует на скамейку штрафников всем расчетом, чтобы появился он на льду. Если армейцам удастся использовать численное преимущество. Ну, как-то пока вот решался этот вопрос с Баландином, только сейчас 30 секунд армейского тайм-аута начинает свой отсчет. Это на руку может сыграть Вячеславу Быкову и его парням. Ну, хотя, с другой стороны, то же самое дополнительное время получил и Петр Воробьев. Не исключаю, что и шестого полевого игрока может выпустить и играть сейчас на четыре. Но, наверное, чуть попозже. Все-таки две минуты практически до конца периода. Наверное, сейчас рановато. Да, но и рисковать здесь... Я говорю, сейчас рановато, да. Еще минуту можно, по крайней мере, атаковать и точно не пропустить. Нет, ну, рисковать я имею в виду тем, что не будут пробросы фиксироваться у Химика. И могут они без зазрения совести пытаться бомбардировать пустые ворота. В равных составах это было бы проблематично. Итак, 18.02 сыграно в третьем периоде. Три-два. Химик впереди, но хозяева в меньшинстве. Марущак Штрбак. Пара защитников. Япончинцев. Добрышкин. И Касауров. Вот такое звено отправил на лед Вячеслав Быков. Впервые в этом матче оказываются они в таком сочетании. Очень вязко защищаются хозяева. Перехватывают шайбу. Марушак останавливает ее на синей линии. Но здесь братья Севастьяновы просто тараном выпихнули ее из своей зоны. Полторы минуты до конца третьего периода. Смену провели хозяева. Шайба прикатилась на пятачок ворот Колесникова. Марушак. Добрышкин. Скудра бросается на скамейку. Улучив момент. Дождался он тогда партнера и расставится. Бросок по воротам. И поторопился. Поторопился сейчас Марушак. Да нет, он правильно делал. Он набрасывал на ворота. Потому что там уже четыре хоккейсты ЦСКА не могли добить шайбу. Но немножко неудачный действовал попал. Но с другой стороны только-только вбегал в зону шестой полевой игрок в этот момент. Нужно было подключить его. А ему уже некуда было отдавать. Ему надо было туда набрасывать. Шестером армейцы по-прежнему. Вот сейчас возвращать Михаилу надо. Вот что сейчас делал и Штребак. Хамидский. Ну вот так отчаянно в подкате практически играет армейский хоккейст. Но всего, все, что он смог добиться, это золотая шайба. Он добился главного, что Хамидский не выбросил в тот момент шайбу из зоны. 20 секунд до конца основного времени. Сейчас перевод надо делать, но это уже все. И Сергей Севастьянов устанавливает окончательный счет этого матча. 4-2. Ну что же, вторую победу в этом сезоне химики одерживают над армейцами. Ну, намного более серьезный матч получился, намного более равный. Даже вот так вот, если не знать счета, но по игре сложно было отдать, чтобы ему что-то. Победил химик. Вот видите, вы как раз говорили, что может быть надо было дождаться партнера. Вот он до такой передачи делал, которая перехватилась. Это уже была поперечная передача. Ну что, Сергей Севастьянов здорово потрудился на пару с братом в обороне. Ну, вот эта шайба стала условнообразной наградой за эти оборонительные труды. Ну и смотрите, так ни одной шайбы в равных составах, забитой в равных составах мы не увидели. Пять раз команда реализовали численное преимущество, но вот под занавес химики забили в меньшинстве. Пустые ворота. Мытищенцы одерживают третью победу подряд над армийцами в рамках чемпионата. Увеличивают отрыв в турнирную таблицу, ну и делают шаг вслед за Авангардом и Салаватом Юлаевым. По-прежнему борются они за места вслед за Акбарсом. Ну, Акбарс выиграл 7-0 и, судя по всему, Сибирь выиграет. Потому что они вели 6-4 в конце игры в матч с Нижнеком. Да, ну а наш матч закончен со счетом 4-2. Подмосковный химик одержал победу. И смотрите, как поздравляет Виталия Колесникова с этим успехом партнеры по команде. Вот видите, праздничные шары в честь победы выбрасываются на лед. Причем почему-то в массе свои красно-синие эти шары оказываются. А вот и синий-желтый теперь появились. Да, похоже, не в курсе были организаторы этого перфоманса. У кого какие губные цвета. Так с досадой красные и синие шарики как раз армейцы, обрушившиеся на них, отбрасывали. Ну а мы ждем, собственно, повтора заброшенных шайб в этом матче. Давайте смотреть статистику. В итоге серьезно армейцы-то перебросали соперников. 33.25 по броскам в створ.